Входить пора. Давай, давай, входи. Пошел. Вот, пошел. Андрей студент Бийского университета. Робототехника – дело всей его жизни, рассказывает парень. Вот и сегодня он привел своих механических питомцев, чтобы показать их другим студентам и школьникам на научном фестивале. Этот собирался по инструкции, собирал порядка 7 часов. За счет маленьких деталей, она крепится, видите, на шурупике, на маленькие детальки. Я в одиночку собирал достаточно долго. Поделиться научным опытом съехали студенты бийских и барнаульских вузов. Простым языком они объясняли школьникам сложные научные открытия и показывали, как современные технологии могут улучшать качество жизни. Вот, к примеру, агрегат, который фильтрует воду. Слока представляет из себя мембрану, которая способна пропускать только молекулы воды и способна задерживать другие любые загрязнения, вплоть до солей, молекулярных растворов. А вот обратный очищению воды процесс. Прозрачный раствор, никакого цвета. Капаем и раствор бам, и сразу розовый. Это что за волшебство, что за вещества тухие? Это алхимия, ребята. В этом году по указу президента, годы с 22 по 31 объявлены десятилетиям науки. Наш край от научных исследований и технологий не отстает. Фестиваль знаний на Алтае проводят уже в 12 раз. Он приурочен к Всероссийскому фестивалю науки. Дети будут основная аудитория, поэтому у нас здесь мастер-класс по украшению кондитерских изделий. У нас здесь водоподготовка и у нас здесь небольшой мастер-класс химического направления. Это мы показываем цветные опыты. Каждая площадка является уникальной. Она предоставляет нам возможность увидеть, как живет каждый вуз в своих научных исследованиях. Каждый вуз постарался чем-то удивить. А вот гордость алтайского птицеводства. Два голубя – алтайский шалевый и барнаульский монах. Этих красавцев вывели у нас в регионе. О них рассказывают студенты биологического факультета. Эти две породы славные. Почему? Потому что такие красивые украшения. Шаль. Почему алтайский шалевый? Потому что накидка, как будто как шаль. А вот вторая порода голубей – это барнаульский монах. Она тоже славится своими красивыми перьевыми украшениями. Как будто, знаете, накидка, монашеское деяние. На каких факультетах студенты бы не учились, их объединяет одно – тяга к науке. Кстати, приобщиться к знаниям приглашают и всех желающих. С 21 по 30 октября во всех вузах нашего региона открыты двери для школьников и студентов, которые увлечены научной деятельностью. Посетить можно лаборатории и учебные центры вузов. А также принять участие в интеллектуальных играх и мастер-классах. И даже задать вопросы ученым. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.